Это программа «Город. Новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Новая формула в действии. Нововведение в начислении пенсии еще раз разъяснили выборским специалистам и журналистам в ходе пресс-конференции. Они сражались за победу. Воспоминаниями о фронтовых годах поделились выборские ветераны. Великий поэт, прозаик и драматург. Мероприятия, посвященные Дню памяти Александра Пушкина, прошли в Выборге. Большая часть средств, собранных на капитальный ремонт многоквартирных домов, будет возвращаться в районы. Такое заявление на видеоконференции с главами администрации сделал губернатор Ленинградской области. По словам Александра Дрозденко, территориям вернут 70% собранных платежей. Остальные 30% будут аккумулироваться в региональном фонде капитального ремонта. Из этого общего котла деньги перераспределят в те районы, где наиболее тяжелая ситуация с домами, требующими капитального ремонта. По мнению Дрозденко, в таком случае муниципальная власть будет больше заинтересована в высоком уровне платежей, в работе с неплательщиками и выполнении программы. Новый порядок начисления пенсий, индексации в 2015 году, расширенные интернет-возможности. Об этом говорила управляющая отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Ленинградской области Зинаида Бахчеванова на видеопресс-конференции. В мероприятии приняли участие специалисты Управления Пенсионного фонда и представители СМИ всех районов 47-го региона. Подробнее в следующем сюжете. Новый порядок формирования пенсионных прав и начисления пенсий действует в России с 1 января. Об этом шла речь на видеопресс-конференции с участием управляющего отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Зинаида Бахчеванова еще раз рассказала специалистам районных управлений и журналистам, каким образом теперь происходит расчет пенсий. Так трудовая пенсия с этого года трансформировалась в два вида – накопительную и страховую. Последняя в свою очередь делится на три категории – пенсия по инвалидности, по потере кормильца и по старости. Для расчета пенсии по старости, то есть по достижению определенного возраста, введено понятие индивидуальный пенсионный бал. В баллах теперь оценивается каждый год работы человека. Количество заработанных баллов зависит от размера официальной заработной платы, выработанного стажа, возраста выхода на пенсию и других факторов. Баллы будут начисляться также за важные жизненные периоды – службу в армии, отпуск по уходу за ребенком и другие. «Меняется и требование к минимальному стажу для получения права на пенсию. С нынешних пяти лет, которые действовали до 2015 года, с 2016 года такое право наступит при минимальном стаже 6 лет, вы видите это на слайде, и также постепенный переход идет к 15 годам. За каждый год в течение 10 лет оно поэтапно будет увеличиваться». Полностью рассчитают пенсию по новой формуле только тем гражданам, которые начали свою трудовую деятельность с этого года или начнут позже. Не касаются они нынешних пенсионеров. Их пенсия была преобразована в баллы в беззаявительном порядке. Зинаида Бахчеванова рассказала также о прошедших и грядущих индексациях. Так, в январе пенсионеры были удивлены незначительным увеличением их пенсий. Как выяснилось, с начала года в среднем на 25 рублей вырос размер фиксированной выплаты. Основная индексация пенсий по старости, обещанная государством, произошла с 1 февраля. В среднем в Ленинградской области пенсии выросли на 1300 рублей. С 1 апреля ожидается индексация социальной пенсии и ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам. С 1 августа в управлениях пенсионного фонда проведут беззаявительный перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Как и раньше, в 2015 граждане 1967 года рождение и моложе имеет возможность выбрать варианты пенсионного обеспечения. Только страховая пенсия или страховая и накопительная, та, которую могут, например, наследовать родственники. В 2014-2015 годах у всех граждан, независимо от года рождения, формируется только страховая часть. Все 16%. Хочу сразу подчеркнуть, что ни о какой заморозке пенсионных накоплений речи не идет. Это связано в первую очередь с введением новой системы гарантирования сохранности всех пенсионных накоплений. Все негосударственные пенсионные фонды должны пройти проверку Центробанка России. На видеоконференции презентовали также обновленный сайт Пенсионного фонда России. Теперь там можно найти всю необходимую информацию по разделам. Для каждой категории граждан своя вкладка. Можно записаться на прием в клиентскую службу управления, сделать предварительный заказ справок и документов, направить обращение или задать вопрос консультанту. Появилась новая опция – личный кабинет застрахованного лица. Пройдя несложную регистрацию с указанием своих данных, будущие получатели пенсии смогут узнать все о своих уже сформированных пенсионных правах, смоделировать будущее, воспользоваться личным пенсионным калькулятором. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». И еще новости из Пенсионного фонда. 11 февраля в Выборге пройдут общественные слушания по вопросу возведения пристройки к ныне действующему зданию управления Пенсионного фонда. Пристройка предусматривает удобные входы и выходы из здания, в том числе для инвалидов, просторные коридоры и помещения. Слушания пройдут в администрации Выборгского района по адресу Советская, 12, начало в 19 часов. Минометчик и партизанка. Они сражались за родину и пронесли любовь друг к другу через годы и расстояние. Ветераны Великой Отечественной войны, жители нашего города Борис Иванович и Валентина Степановна Смирновы. И сегодня помнит едва ли не каждый день своей молодости, опаленной войной. С этими удивительными людьми удалось познакомиться нашей съемочной группе. Снится, как я куда-то бегу, от кого-то убегаю, кто-то стреляет, у меня даже с них плывется, потому что мне очень много приходилось убегать и прятаться. Валентине Степановне Смирновой Великая Отечественная война снится до сих пор. Женщина родом из белорусского города Борисова. В 1941-м ей, учащейся второго курса педагогического училища, едва исполнилось 16 лет. Кроме Валентины, у ее родителей было еще семь детей. Однако они не последовали примеру многих земляков, отправившихся в эвакуацию. Главе семьи Алексеевых было дано задание – остаться на оккупированной территории, оказывая помощь партизанам. В Борисов немцы пришли уже на третий день после начала войны. Войска то прошли, а трупы то были вообще не похоронены. Вот мы ходили, хоронили трупы. 21 марта 1942 года отца у нас расстреляли. Его выдали. Выдал так коммунист, коммунист выдал. И 21 марта 1942 года отца расстреляли. Из числа жителей Борисова был сформирован партизанский отряд. В его ряды вступил и старший брат Валентины. Вот его фотография в книге «Орлиное племя Денисевича». В ней печатались портреты самых выдающихся партизан. Вскоре его примеру последовала сестра. Она работала подпольщиком, собирала информацию о вражеских планах, распространяла листовки, призывающие громить врага. Мне было задание следить за движением немецких войск на нашей территории. Я должна знать, какие войска ходили, сколько их было, кто был из наших людей связан, кто перешел на сторону немцев. А ведь многие перешли нас тоже на немцев. Многие, очень многие. Да, да, да. Поэтому мне приходилось дома почти не жить. Я летом с тогущей она. Да, а как же? Зимой подружки там, у кого коровник мне пустит, кто куда. И так я жила все два года. Неоднократно Валентина Степановна была на волосок от гибели. Но один случай ей запомнился особенно. Тогда немцы узнали, что она партизанка. «Загнулся собака немецкая. Если бы не рыка, меня бы, конечно, арестовали бы. Но я упала в речку и таким образом списала». Выполнять нелегкую и опасную работу Валентине пришлось до 2 августа 1944 года. Того момента, как враг покинул оккупированную территорию. В декабре этого же года ее будущего мужа Бориса Смирнова из Рязанской области отправили на Первый украинский фронт. Ему было 20 лет. К тому времени он окончил военное училище по специальности пулеметчик. Принимать участие в боевых действиях начал с должности командира минометного взвода на Сандомирском плацдарме. Это был важный участок борьбы нашей армии за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Перед советскими войсками стояла нелегкая стратегическая задача. «Чтобы быстрее выйти, пройти Одер и Эльбу, чтобы выйти и взять Берлин, кончить нашими группами войск войну раньше, чем придут американцы. То есть не дать союзникам войти в Германию раньше нас». После успешного решения этой задачи наши войска оказались на юге Германии, а затем повернули на Берлин. Тогда солдаты поняли – победа близко. Это ощущение Борису Ивановичу трудно передать словами. «Это как… Как потом говорили, может быть, и вы еще, когда в первом классе учились, лишь бы не было войны, а говорили, лишь бы скорее кончилось. А потом стали говорить, лишь бы не было». Так же, как и супруга, Борис Иванович не раз мог погибнуть. Впервые дыхание смерти он ощутил, когда только попал на фронт. «И мне сказал командир, вот иди вот по канаве, немец метров 300-400, будь внимательен. Занимая наблюдательный пункт, ну ладно, я пошел, а мне кричит, слушай!» Я лех, присмотрелся, прополз немножко, вижу, он машет. Я еще к нему подполз, там, говорит, немец, мы, говорит, гранатами друг другу перешвыривали. Я туда-сюда и в конечном итоге ушел на свое место, доложил. Если бы я еще так втихаля, да еще в открытый рот, как я шел в открытый, не ползком, то или бы застрелил немец впереди, или гранатами. Вот тут вот я испугался». 9 мая 1945-го Борис Смирнов находился на границе Германии и Чехословакии. Немцы хоть отступали, но продолжали оказывать сопротивление. День победы он и его однополчане встретили со слезами на глазах. «По колонии прошло. Война, говорит, кончилась. Ну, мы даже растерялись, тем более молодые. Там кто? Наши отцы же там тоже были в подчинении моем. Ему 52 года, значит, было. А он солдат у меня в моем подчинении. Те, видимо, по-другому восприняли. Ну, чтобы каких-то что-то, кто-то, кто-то. Кто громко, кто как-то. После этого Борис Иванович служил в Западной Украине. А в 1946-м его отправили в Белоруссию. Здесь-то судьба и свела их с Валентиной Степановной. К тому времени она окончила педагогическое училище, полгода отучилась в институте, который ей пришлось оставить. Девушка едва не ослепла. Сказались голодные годы, проведенные в оккупации. Валентина работала учителем в школе. Через месяц после знакомства с Борисом они поженились. И вот уже 67 лет живут душа в душу. За время службы Бориса Ивановича семья поменяла немало городов. Пока в 1962-м не обосновалась в Выборге. Здесь он 14 лет прослужил в стрелковых частях, а она преподавала русский язык в первой школе. Свои самые дорогие сердцу награды ордена Великой Отечественной второй степени Смирнова получили уже после войны. Валентина Степановна также гордится медалью за освобождение Белоруссии и орденом партизан-подпольщик. Хотя, признается женщина, военное время. Она была готова идти до конца не ради них. Я же советский человек. Я не должна была сидеть. Да вы что? Я и сейчас советский человек. Меня никто не перестроит. Людмила Перминова, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». В Ленобласти в 2015 году продолжится предоставление бесплатной земли на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков из регионального бюджета будет выделено 225 миллионов рублей. Отметим, за время действия 105-го областного закона желание получить землю в рамках его реализации изъявили более 21 тысячи жителей региона. На данный момент 30% заявителей обеспечены участками. Наибольшее их количество в прошлом году выделено в Выборгском районе – 377. Печальная новость. На 1987 году ушел из жизни знаменитый выборгский архитектор Александр Михайлович Швер. Более полувека он отдал любимой профессии. Возглавлял Ленгорождан проект, входил в состав районного совета по топонимике. Александр Швер оставил большое наследие. В соавторстве с другим архитектором разработал проект послевоенной реконструкции библиотеки Алвара Алта. Памятник финским красногвардейцам, мемориал Петровка, жилой дом с кафе Бригантина также были воздвигнуты по его проектам. Более 30 лет назад Александр Швер спроектировал знаменитую стелу Выборг, которая вот уже несколько десятилетий встречает въезжающих в город людей. Прощание с Александром Михайловичем Швером состоится 11 февраля во Дворце культуры в 13 часов. Александра Сергеевича Пушкина вспоминают сегодня во всем мире. Именно в этот день в 1837 году закатилось солнце русской поэзии. В памяти великом соотечественники в библиотеках и музеях проходят всевозможные мероприятия. Люди читают стихи, поют романсы, возлагают цветы к памятникам поэту. Вспоминали сегодня творчество Александра Сергеевича и Выборге. В школе номер 12 ученики 6 класса ко дню памяти Пушкина подготовили рисунки по сказкам великого поэта. Пятиклассники принимали участие в увлекательной викторине, подготовленной учителями русского языка и литературы. По мнению педагогов, сегодня, чтобы увлечь подрастающие поколения, необходимы подобные интерактивные мероприятия. Они не только развивают интерес к творчеству определенного писателя или поэта, но и к литературе и истории в целом. Это сейчас, на мой взгляд, очень актуально, потому что литература с историей очень тесно связана. И литература без истории не может, а история без литературы не может. Поэтому подобные уроки мы практикуем в своей школе. К сожалению, дети читать меньше стали, потому что и появились другие источники, тот же интернет и так далее. И через уроки литературы мы прививаем любовь к чтению. В интеллектуальной битве сошлись две команды – рыцари Шамаханской царицы и умники. Они отвечали на всевозможные вопросы, связанные с основными вехами биографии Пушкина, угадывали произведения по нескольким строчкам и иллюстрациям, расшифровывали названия опер, написанных по мотивам рассказов и поэм Александра Сергеевича. И, конечно, вспоминали его сказки. Назвали не только всем известные о золотом петушке, о попе и работнике его балде, о царе Салтане, но и те, что не входят в школьную программу. В итоге с отрывом в несколько баллов победу одержала сборная с необычным названием рыцаря Шамаханской царицы. Белкоморье, дуб зеленый, золотая цепь, дуб бетон. И днем, и ночью кот ученый, и все ходит по цепи кругом. День памяти Пушкина. Дата трагическая. В 1837 году, 10 февраля, по новому стилю скончался один из величайших русских поэтов. Случилось это спустя два дня после исторической дуэли с Дантесом на Черной речке, где автор Евгений Онегина получил смертельное ранение. Наследие Александра Сергеевича не просто велико. Каждое его произведение обогатило русскую литературу. Но действительно ли память о поэтическом гении жива и по сей день? Что знают жители Выборга о Пушкине? Сегодня день памяти Александра Сергеевича Пушкина. И, может быть, вы знаете, что случилось в его жизни 10 февраля 1837 года. Олег Иванович, вспоминай. Я так слышу не скажу, но, наверное, связано, может быть, с убийством его, на дуэли, да. Может быть, это. В дуэли, наверное, погибли с Дантесом. Я не знаю. На дуэли погиб наш бедный Александр Сергеевич Пушкин. Его застрелил Дантес. Я думаю, скорее всего, наверное, день его происшествия, дуэли с Дантесом. Вы знаете, если честно, литература не была моим любимым предметом в школе, поэтому как-то даже мозг напрягать не буду. Была дуэль на дуэли. Убили его. Он был ранен на дуэли и был перевезен на мойку в свою квартиру в Санкт-Петербурге. Он мог родиться, умереть. Он мог... Что? Подскажите. Он не сразу умирал. Потом у себя в комнате, лежа на диване. Долго мучился? Да. Не пускал жену к себе. Никого не пускал почти. Еще друг его, когда он умер, остановил на своих часах время, когда он умер. Имя Александра Сергеевича Пушкина неразрывно связано с Ленинградской областью, потому что он трагически неожиданно погиб на реке Мойке и жил здесь с женой. Я не знаю. Я думаю, все жители России знают, что это связано с его трагической гибелью. Эта дата связана с гибелью Александра Сергеевича Пушкина на дуэли под Санкт-Петербургом на Черной речке. Когда заходит речь о творчестве Пушкина, какое произведение сразу же приходит на ум? Ой, блин. Честно говоря, не помню. Я так... Пушкина, в принципе, это не особо. Со школы, что осталось, то я так не увлекаюсь. Евгений Анигин, конечно. А что-то прицепить вы сможете? Мой дядя самых честных правил, когда ним шутку за ним мог. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Ну пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. В лукоморье дуб зеленый, латая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, петь заводит, налево сказки говорит. Там чудеса. Там леший бродит. Русалка на литях сидит. Мне приходит рождение. Это небольшое стихотворение. Я вас любил. Благодаря которому я получила пять на экзамене по литературе. Мороз и солнце. День чудесный. Люблю тебя, Петра, творение. Люблю твой строгий, стройный вид. Невыдержавное течение. Береговой ее гранит. Твоих оград узор чугунный. Твоих задумчивых ночей. Прозрачный отблеск. Блеск безлунный. Когда я в комнате своей пишу, читаю без лампады. И ясно спящие громады пустынных улиц. И светла адмиралтейская игла. Зима. Крестьянин торжествует. На дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почует. Плетется рысью как-нибудь. Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлюшь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негай зоры. Настречу северной авроры. Звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась. На мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. И ты, печальная, сидела. А нынче, погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет. И ель сквозь и не зеленеет. И речка подо льдом стоит. Натюрморт с грушей. Натюрморт с ложкой. Натюрморт с цветами. В галерее Артхол продолжает работу интересная выставка. На этот раз свое творчество представили выборгские художники Вадим Белокопытов, Сергей Прушинский, Леонид Фролов и Виктор Чувашов. На вернисаже побывали наши корреспонденты. Когда все сказано, без слов. Основной зал художественной галереи Артхол на очередной выставке заняли работы выборгского художника Вадима Белокопытова. Он не слышит и не может говорить. Лишь читает по губам и по написанному. Все, о чем думает автор, что чувствует и как видит мир, рассказывают его картины. Яркие, сочные, с незатейливыми названиями, но очень глубокие. Пейзаж, натюрморт, цветы на окне. Попав в галерею в белоснежный зимний день, зритель сразу окунается в предвесеннее настроение художника. Выразить свою душу и то, что ты хотел сказать, и отношение к миру. Не обязательно слова. Достаточно глаз, достаточно рук. И мы очень благодарны Вадиму за замечательную выставку. Она такая предвесенняя, такая свежая. Видно, что эти цвета, они есть внутри его души. На вернисаже об авторе говорили его коллеги. Вадим Белокопытов не часто появляется на публике. Поэтому многие выборские художники открыли для себя его творчество впервые. В колористике он, безусловно, состоятельный, интересный и оригинальный художник. Я же нахожу самое главное, что он свое творческое лицо нашел, как осознанное дистанцирование от натурального списывания. На выставке представлены также новые работы еще трех выборских художников. Город и музыкальные инструменты в нескольких вариантах Сергея Прушинского. Формы «Улитки и медузы» Виктора Чувашова. Несколько картин Леонида Фролова, который известен своими абстрактными работами и тягой к символике и мистике. По собственному признанию, художник не ищет подробных иллюстраций действительности. В своих живописных произведениях он демонстрирует не увиденное, а прочувствованное. Данное полотно, например, носит название «Эти глаза напротив». Магмообразный, лавинообразный лист. Я сам его так называю, потому что из него идет та сила, о которой я мечтал. Эти глаза напротив. Да, он организовался все, но люди-то сразу обратили. Даже внучка два с половиной года сразу смотрит все и глаза. То есть, значит, сработано здорово, мощно для зрителя. В Выборгском арт-холле всегда горят свечи. На белоснежном фоне то там, то тут можно найти мандарины. Не удивляйтесь. По замыслу выборгских художников, они словно выпали из ярких полотен в реальный мир. Желающих совершенно бесплатно посетить экспозицию в галерее ждут до 25 февраля. Вероника Хогут, Андрей Неровов, Медиагруппа «Наш город». Богачам, возможно, придется раскошелиться. Государственная Дума рассматривает поправки в налоговый кодекс, предусматривающие повышение налога на доходы физических лиц для тех, кто официально зарабатывает больше остальных. По проекту те, кто получает за год от 5 до 50 миллионов рублей, должны будут отчислять в казну 18% доходов. Люди с заработной платой от 50 миллионов до полумиллиарда рублей отдадут 23%. Для получающих еще большие суммы НДФЛ составит 28%. Для граждан, зарабатывающих до 5 миллионов рублей в год, налог останется неизменным – 13%. Примут ли парламентарии эти поправки, станет известно на следующей неделе. Официальный курс валют на 11 февраля, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 74,14 рубля, доллар 65,45 рубля. К новостям спорта. Лыжня России 2015 собрала в этом году рекордное количество участников. Полтора миллиона человек из 71 региона вышли на старт в разных уголках страны. Не осталась в стороне и Ленинградская область. На один день лыжной столицей 47 региона стал Кингисепп, куда съехались сотни спортсменов и любителей практически из всех районов, в том числе и Выборгского. Как подчеркнул председатель областного спорткомитета Геннадий Колготин, лыжники 47 региона всегда были сильны. Недаром раньше именно Ленинградская область принимала этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мы хотим, конечно, забновлять такого рода уровни соревнований. И это своего рода дает нам возможность вот такие старты привлекать именно молодежь, приобщать их к лыжним соревнованиям. По лыжне России имели возможность проехать буквально все. И чиновники, и профессиональные спортсмены. Они разыграли несколько комплектов наград и любители. Этим заездом отметили еще одну памятную дату – год со дня открытия зимней Олимпиады в Сочи. Всемирный день больного будет отмечаться 11 февраля. К этой дате Выборгская межрайонная больница и библиотека Алваралта приурочили мероприятие, которое состоится завтра в лекционном зале библиотеки. Перед посетителями выступят онколог Надежда Миронова и уролог Павел Смирнов. После лекции они начнутся в 17 часов. В двух аудиториях специалисты ответят на вопросы присутствующих. Вход свободный. На этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Следите за эфиром, вступайте в группу Выборг ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и в Твиттере, а также заходите на сайт выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго. В среду в Выборге будет ясно. Температура воздуха днем плюс 1,3, ночью около нуля. Ветер западный 3-4 метра в секунду. В Петербурге солнечно. Днем плюс 1,3, ночью от 0 до минус 2. Ветер западный 5-6 метров в секунду. В Лапейнранте ясно. Днем до плюс 5, ночью 0-1. Ветер западный 4-5 метров в секунду. В Хельсинки малооблачно. Днем в столице Финляндии плюс 1, плюс 3, ночью около нуля. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду.